Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и не сомневаюсь, что, конечно же, мы со многими, с большинством из вас на одной украинской волне. Ну, раз так, то, конечно же, и большинство из вас знают программу «Украинский завтрак» на радио «Филадельфия 106.5», «ФМ» с Антоном и Дмитрием Комаровыми. И вот сегодня, к сожалению, не работал студийный телефон, и я оставил месседж Дмитрию Комарову сделать видео его комментариев несколько дней к ряду о скандальной пресс-конференции президента Украинской ассоциации футбола. Впрочем, не буду пересказывать, а давайте послушаем, что вот Дмитрий сказал об этом в эфире. На новости без политики, точка. Новости без политики. Так, новости без политики. Начну я. Вот мне предлагает Дэви Аркадьев записать видео по поводу повелковщины. Я подумаю над этим лестным для меня предложением, но мне кажется, Дэви Аркадьевич, в вашем изложении это будет гораздо уместнее и гораздо авторитетнее, уж простите за это слово. Я, в общем, ваш авторитет, как спортивного журналиста, уж в десятки разов выше, чем мой. Ну, что ж, я, в общем-то, конечно же, не уклонился и решил в этом отношении, конечно же, последовать совету Дмитрия. Но помочь ему в этом плане, потому что буквально несколько дней назад в программе он об этом говорил в своей программе. И давайте послушаем, что именно говорил Дмитрий Комаров. Продолжается история у нас с Павелкой, и Павелком, и Павелкой. Роскошная история. Значит, Павелка собирается, я не знаю, может быть, он уже дал эту пресс-конференцию, может, не дал, я не смотрел еще. Короче говоря, встреча с Андреем Павелком. А, видимо, он собирается рассказать, почему и как, почему и от чего его судят, и почему и от чего он не уходит в отставку. И на эту встречу подала заявку на аккредитацию, подал заявку на аккредитацию такой себе журнал «Футбол». «Футбол» главный редактор Франков, Артем Франков, можно по-разному относиться к личности Артема Франкова, но журнал «Футбол» — это просто самое старое издание, действующее футбольное издание Украины. До сих пор выходящее на бумаге, до сих пор раскупаемое, и это действующее футбольное издание, название журнала «Футбол». И вот опубликовал у себя Артем Франков ответ на заявку на аккредитацию с встречи. Да, и «Футбол», и «Франков» являются оппонентами Павелка, ну, в общем, они давно писали о коррупционных связях с Павелкой, в общем, не любят они друг друга. Что получил в ответ на заявку о аккредитации Артем Франков? «Добрый день, к сожалению, мы вынуждены отказать вам в аккредитации. Формат встречи с представителями спортивных изданий. Кроме того, в помещении, где будет проходить встреча, не предусмотрено место для работы видеооператора. Если журналу «Футбол» писать, что вы не спортивное издание, то я не очень понимаю, кто у нас тогда спортивное издание вообще. Мне будет очень интересно, кто вообще встретится в Павелке, и будут ли там вопросы, кроме того, как вам удается быть таким красивым и знаменитым одновременно. Чувствую я, что на этой встрече Павелка нормальных вопросов задана не будет, и это вызывает у меня, конечно, невероятное сожаление. Вот такая, ну, в общем, совершенно невероятная, как мне кажется, история, когда, ну, правда, журнал «Футбол», старейший журнал в Украине, ну, просто говорят, таковы не спортивные СМИ, мы вас не пригласим. Вот вы слышали, это точка зрения Дмитрия Комарова, когда ещё пресс-конференция, так сказать, предваряла эту так называемую пресс-конференцию. А через несколько дней ещё один комментарий Дмитрия Комарова по поводу того, что уже состоялось. Давайте послушаем вместе. А что, потом продолжим? Просто продолжим, да? Продолжим новостями без политики. Ну, в общем, что, я начну о своём больном и вечном. Вчера состоялась пресс-конференция Павелка, главы Украинской ассоциации футбола. В общем, я её пока ещё всю не послушал, но меня там затронула одна история, и самое главное, о которой я много очень говорю, значит, у Павелка, естественно, спросили, мол, а где же товарищ уголовник, у нас главный тренер сборной. Ну, в общем, как и выяснилось, не стали они просто продлевать контракт с Петраковым, несмотря ни на что, а введут, значит, он говорит так, мы ведём переговоры с Ребровым, да, Ребров у него, значит, он в Саудовской Аравии, у него всё хорошо, у него богатая команда, вот, ему платят много денег, и особо там каких-то проблем у него не возникает, да, у Реброва я имею в виду. Вот, и, ну, Ребров хороший тренер, всё, он это уже доказал неоднократно, и ни в одном чемпионате, он в трёх, он в трёх чемпионатах давал победителем со своими командами, ну, то есть он хороший тренер. И вот я так понял, по такой мишенильни слов, который был у Павелка, что они там, значит, какие-то суперусловия предлагают у Ребровы, не знаю какие, но, он говорит, вот вы понимаете, но мы ведём переговоры с Ребровым, говорит, значит, Павелка, но у него контракт! Но он как бы не идёт на переговоры. Да, 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 у него контракт, типа, а что это, никто не знал, что у него контракт, или что, что происходит вообще? Вообще, происходит какая-то лютая дичь, как и всё то, что происходит с Павелкой и компанией. Я вообще, ну, то есть, я, видно, что могу представить себе, какие там суперусловия можно предложить. Не денежные, прежде всего, хотя и денежные, конечно, тоже. Ну, как бы идея такая, что вот давайте Ребров будет руководить всеми сборными, ну, в том плане, что будет выстраиваться единая концепция, ну, как в испанском футболе, да, там, в испанском футболе... В испанском футболе все команды играют в одном стиле. В испанском футболе команды не... Ну, как бы... Те воспитанники, которые попадают в юношескую команду, там, Барселоны, они прекрасно понимают, во что они будут играть во взрослой команде, да, они это точно знают, их готовят для игры во взрослой команде сразу, в том числе и технически, да, и стилевой, и прочее, прочее, прочее. И... Ну, и, собственно, как бы идея может быть заключаться в том, что вот Ребров будет выстраивать вот такую единую систему под все сборные. Но! Я что могу сказать в этом плане, что сейчас договариваться с Павелкой, с компанией вообще о чем-либо, мне кажется, было бы очень глупо и очень недальновидно. Потому что сегодня у Павелка и компания, а завтра вообще не пойми кто, и не пойми что, и... Ну, то есть, эти люди могут сесть в любой момент. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, они могут кинуть Реброва в любой момент. Это, во-вторых, поэтому, ну, в общем, такая себе история, мне кажется, довольно... довольно... сложная для Реброва точно, но, еще раз говорю, идти на любое соглашение, какие бы Золотые горы не предлагал Павелка и компания, которая вот-вот может оказаться в тюрьме, мне кажется, это глупо. Это не дальше... Бросать теплое место во всех смыслах этого слова Саудовской Аравии ехать договариваться с уголовниками, ну, это, в общем, история, мне кажется, скользкая. Вот. Но, с моей точки зрения, учитывая историю украинского футбола вообще, его легендарного клуба «Динамо» Киев, это не только скользкая, но и очень горькая история, особенно в наши дни военного, уже не 22-го, а уже 23-го годов. И согласитесь, что, конечно же, об этом довольно горько слышать. Это то, что волнует сегодня спортивных, да и не только спортивных журналистов, но, к примеру, сегодня на сайте «Динамо Киева» от Шурика я познакомился с публикацией Николая Несенюк. Вы такого журналиста, кто интересуется футболом, знают, конечно. Вот заголовок Николая Несенюка «У журналистов вопросов к Павелко кроме ритуальных быть не может». Но здесь уже немало комментариев и оставил я свой тоже. В частности, написал, я процитировал Несенюка, взял вот его строчки, я процитирую вам для того, чтобы не утруждать себя чтением вам. Чтобы что-то изменить, недостаточно снять Павелко тем или иным способом. Тем более, что легитимно переизбрать его невозможно, учитывая опыт предшественников. Нынешний руководитель УАФ тщательно подобрал на все, хоть немного, ответственные должности людей, которые ему всем обязаны. С какой стати они должны голосовать против него? Вот это один вопрос, так сказать, который Несенюк ставит. И дальше утверждает о том, что с осени, цитирую, 2000 года, когда украинскую профессиональную футбольную лигу возглавил бывший стоматолог из Донецка по фамилии Софи Улин, владельцы «Динамо» не имеют никакого отношения к руководству футбольным чемпионатам Украины. Но я написал очень коротко. На мой взгляд, эти утверждения коллеги-журналиста соотносятся с точкой зрения коллеги-форумчанина Валерия Сикорского. Вот его комментарий здесь вот перед моим написан. И эти утверждения, так сказать, я процитировал из точки зрения Валерия Сикорского, который в своём комментарии утверждает, что, цитирую, «к сожалению, перемен никто не хочет. В данном случае здесь рыба гниёт не только с головы, но и с хвоста». Но согласитесь, уважаемые зрители, слушатели, что это, конечно, очень грустное утверждение. А вот ещё одна публикация. Это озаглавлена она, вы видите на этом фото самого героя, в кавычках, так сказать, президента Федерации Футбола, Украинской Ассоциации Футбола Андрея Павелко. Озаглавлена хозяин футбольного бункера. Вот автор этой публикации Орест Лелека. И здесь, внимательно с ней познакомившись, и, как у Шурика это вводится, здесь есть одобрям, так называемый, я одобрил эту публикацию, с моей точки зрения, она толковая, я дам ссылку, и будет желание прочитать. Но я написал, опять-таки, процитировав автора. Что сделал Павелко, чтобы убедить руководителей ФИФА в необходимости выступления президента Украины с обращением к миру перед финалом чемпионата мира 2022, где Владимир Зеленский планировал озвучить формулу мира для окончания войны в Украине. Вот это один из вопросов. Впрочем, я написал после этой цитаты строк автора «С моей точки зрения, хорошо, что этот и ему подобные злободневные вопросы о Павелковщине поставлены в январские дни военного 2023-го как предвестник непременного очищения украинского футбола и общества от коррупционеров». Ну, напомню, значит, публикация называется «Хозяин футбольного бункера» и, конечно же, я дам ссылку для того, чтобы вы могли с этим ознакомиться. Уважаемые друзья в социальных сетях, с которыми, повторяю, мы многие на одной украинской волне. Я затронул лишь некоторые вопросы, которые сейчас актуальны у спортивных, да и не только журналистов, потому что это не только украинский футбол, это футбол и жизнь, это социум. Поэтому будем надеяться, что будет достигнута не только главная победа украинцев в этой верломной, агрессивной войне на украинской земле расистов, но и во время войны, как известно, надо думать о мире и об украинском футболе тоже. Поэтому от всей души будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, как обычно, я заканчиваю свои вот видео. Оставайтесь оптимистами. И искренне ваш Д. Аркадьев из Филадельфии. Сегодня 26 января 2023 года. Бог даст, услышимся. Бог даст, увидимся. Пока, пока.